Первые месяцы блокады в фотографиях 41-го жителя оклеивают окна, чтобы не давали бликов, и снимают статую коней Санечкова моста. Тут же говорящие о страшном времени кадры детей в госпитале. Эти уникальные снимки из собрания музея Смольного наполняют коллекцию графических работ, которые создавались художниками прямо во время блокады. Серия литографий показывает величие петербургской архитектуры. Она предстает безмолвным свидетелем тех событий. Пригороды Ленинграда, разрушенные фашистскими войсками, тоже серия была ксилографии создана. Павловск, Петродворец показывает тоже вот эту архитектуру, вот эти разрушенные здания, пустые парки. А вот работы автора Алексея Пахомова. Во время блокады он активно работал и как художник, и как документалист, показывая людей, которые сохраняли веру и надежду на победу. В 44-м году, когда блокада уже была снята, в Ленинграде начали раскрывать памятники. Художник в тот момент оказался рядом с медным всадником. Это раскрытие медного всадника. В 44-м году, когда уже блокада завершилась, стали раскрывать эти памятники скульптуры, и он был непосредственно вот в самый момент раскрытия памятника. И для него это было очень важным увидеть. Не придумать эту историю, а именно увидеть эту историю, как происходит это раскрытие. Выставку блокада и память о ней откроют в онлайн-формате в рамках «Ночь музеев», которая приурочена к юбилею Победы. В этом году сама акция тоже будет виртуальной. Зрители смогут прогуляться по музею, не выходя из дома. У нас будут и мастер-классы из дома музея Хохрякова, и из художественного музея. То есть дети, родители, устроившись удобно у себя дома, не приходя к нам, могут вместе с нашими педагогами музейного центра нарисовать очень интересные работы. Все, что нужно, это просто зайти в группу музея Воснецовых ВКонтакте. Старт «Ночи музеев» будет дан 16 мая в 15 часов. Для зрителей проведут экскурсии по музею, творческие мастер-классы, викторину и, конечно, откроют новую выставку. Ну а завершится музейная ночь показом фильма о художнике Николая Хохрякове.